Здравствуйте! В эфире «Арсенал» в студии Владимир Бурко. Многолетняя дружба связывает Министерство обороны с Андреевским детским домом. В канун новогодних праздников воспитанники с нетерпением ждут военных, которые в эти дни всегда приезжают навестить подопечных. Воспитанница Андреевского детского дома Сабина Федоришина за несколько часов до приезда гостей не перестает репетировать свой танец. На утреннике девочка исполняет роль снежинки. Мы готовились, мы старались, мы хотели показать всем то, что мы умнички, то, что мы сможем станцевать хорошо. Офицеры Министерства обороны взяли шефство над детским домом более 10 лет назад. За это время в интернате многое изменилось. Дети выросли, однако их дружба с шефами в погонах только укрепилась. Это те друзья, которых всегда можно на которых рассчитывать. Они помогают нам давно, основательно, хорошо и помогают не только материально, но здорово поддерживают нас морально. Потому что для наших детей, которые остались без родительской опеки и тепла, любви без родительской, очень важно, что есть кто-то, кто готов подставить свое надежное плечо и прийти им на помощь. Мы готовились целый месяц, готовили большую сказку, чтобы показать гостям, которые сегодня к нам приедут. И приготовили различные костюмы, наряды и, как обычно, сделали подарки своими руками. Каждый визит офицеров начинается с обсуждения насущных вопросов, интересов и нужд детей. При этом ни одна просьба не остается без внимания. С поддержкой военных в Андреевщине в этом году появился новый компьютерный класс и интерактивный тир. Но главный подарок, конечно, внимание. Привезли подарки, конечно, детям. Привезли компьютеры, 9 компьютеров в комплекте. И привезли лазерный тренажер, чтобы мальчишки, по крайней мере, тренировались стрелять и готовились к армии. Конечно, хотелось бы пожелать ребятам, чтобы все те мечты, которые у них есть, к которым они стремятся, все это сбылось в обозримом будущем, чтобы они все стали хорошими людьми. Дети, в свою очередь, всегда готовят шефам ответный подарок. Представления, как правило, совместные. Воспитанники детского дома старательно репетировали праздничный спектакль «Сказку» с артистами Минской студии «Звездочка». Несмотря на расстояние, общий музыкальный язык артистам удалось найти сразу. У нас получается так, что ребята в школе готовят именно саму «Сказку», а детская музыкальная студия «Звездочка» подбирает все музыкальное наполнение песни, какие-то потанцовки, которые будут именно красиво внедряться в это большое такое детское мероприятие. Надеемся, что сегодня у нас все получится. Взяв на себя заботу о подопечных, шефы в погонах не оставляют их даже, когда они выпускаются из стен интерната. Военные понимают, для детей из Андреевщины семья – это люди, чью поддержку и заботу они чувствуют постоянно. В вооруженных силах появилось новое подразделение – Рота информационных технологий. Молодые люди, отобранные для службы здесь, прошли курс начальной военной подготовки, приняли присягу и готовы приступить к своим обязанностям. Кто вошел в состав IT-роты и чем занимаются программисты в армии, разбиралась Светлана Смык. О том, что в белорусской армии появится это подразделение, в средствах массовой информации заговорили еще летом. Представители Министерства обороны и Парка высоких технологий пришли к совместному решению. Служить сюда отправятся лучшие программисты и веб-разработчики. Уникальный для постсоветского пространства проект удалось воплотить в жизнь. Молодежь очень хорошо подготовлена, и многие могут составить в мире конкуренцию. Мы приняли такое решение, чтобы те люди, молодые, которые имеют определенную подготовку, определенный интеллект, определенные знания, пройдя определенный отбор, эти люди пришли сюда. Желающих оказаться в первом призыве айтишников оказалось много. Конкурс составил 8 человек на место. И практически у всех за плечами опыт работы в серьезных компаниях. Сегодня в Роте информационных технологий, которые дислоцируются в военной академии, проходят службу 40 солдат. Я работал инженером-программистом. Основной язык программирования, которым я работал, это JavaScript. То есть это все, что связано с веб-разработкой. Собственно, на момент ухода на срочную военную службу я отработал в компании 2-3 года. То есть основной задачей, с которыми я сталкивался, это разработка новых функциональностей, исправление ошибок, тестирование. Перед Ротой стоят серьезные задачи. Вместе со своими научными руководителями из военной академии солдаты будут разрабатывать программы по навигации, моделированию боевых действий и системам автоматизированного управления. Персональные компьютеры, с которыми айтишникам предстоит служить, вручает министр обороны Андрей Равков. Такому парку техники позавидуют многие программисты. Cortex i7-процессор, 370-й чипсет, материнская плата Asus, высокопроизводительная рабочая станция, хорошие видеокарты, снабжены те места, которые предполагаются работать непосредственно с тяжелой 3D-графикой. Дмитрий Горевой – выпускник технологического университета. До призыва успел поработать по специальности полтора года. Занимался разработкой игр. Конечно, это очень важно. И я хочу поблагодарить военную академию за вот эту возможность, которую они нам создают для того, чтобы мы, служа в армии, не теряли, а только преувеличивали свои навыки и те навыки, которые у нас есть. Мы будем что-то новое узнавать. Всегда новые задачи – это какие-то новые знания, которые ты приобретаешь. Это всегда так было и всегда так будет в программировании. В академии созданы хорошие условия для продуктивной работы айтишников. Организован армейский быт. Новая казарма. Все нравится. Все, что ты хочешь. Хочешь музыку послушать. Почитать книжки. В том числе и техническая литература тоже есть. Тренажерный зал, душевые кабинки, туалет. Все новое. За время службы первого призыва роты планируется воплотить в жизнь порядка 20 специальных проектов. В оборонном ведомстве отмечают. Одна из главных задач на стартовом этапе – также отработать алгоритмы передачи опыта следующим пополнением военных айтишников. Накануне Нового года вооруженные силы пополнились новой и модернизированной техникой. В штурмовую авиационную базу поступил современный тренажер авиационного комплекса Як-130. В районе Островца на вооружение зенитного ракетного полка встала еще одна батарея Тор-М2. Ключи от техники личному составу вручил министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков. Одна боевая машина способна в автоматическом режиме сопроводить, захватить и поразить четыре воздушных целей, которые идут на малых, предельно малых высотах, которые сейчас наиболее, так скажем, актуальны для поражения в плане прикрытия заданных объектов, в плане прикрытия войск. Для военно-воздушных сил и войск ПВО нынешняя поставка ТОРов уже пятая. Комплекс выбран не случайно. Анализ конфликтов и возможные перспективы военного противостояния показывают, что возрастает потребность в высокомобильных, многоканальных и помехозащищенных инструментах ПВО, способных эффективно поражать малоразмерные цели в различных диапазонах высот и скоростей. ТОР отвечает всем требованиям. Расчеты это доказывали не единожды, как на белорусских, так и российских полигонах. В 2019 году будет проведено очередное учение боевого содружества на полигоне «Шулук». Естественно, подразделения полка, в том числе 5-я зенитная ракетная батарея, именно эти комплексы, они примут участие в этом учении для того, чтобы их обстрелять, попробовать их в учебно-боевой обстановке по конкретным целям. А цели для них убираются самые маневренные, самые скоростные. Качественно подготовиться к предстоящим боевым пускам позволят новые тренажерные комплексы. Они также поступили на вооружение полка. Симуляторы позволяют обучать расчеты всему циклу работы в самых сложных условиях обстановки и при этом оценивать действия экипажа на каждом этапе, включая поражение целей. Эффективность работы частей и соединений всех родов войск во многом зависит от управления. В этой области армия также значительно усиливается. Церемония вручения новых аппаратных связей прошла под Осиповичами, где наша съемочная группа изучила возможности современных систем приема передачи информации. Эти комплексы способны обеспечивать войска связью в любых условиях. Цифровой формат современных систем позволяет гарантированно передавать данные по защищенным каналам, даже когда неприятель пытается подавлять сигналы. В основных условиях поставлены выполнять задачи в такой обстановке, где нужно быть на шаг впереди. В первую очередь современная система управления сегодня определяет войскам требования по пропускной способности, по устойчивости, по иммобильности. Не говоря уже о таких специфических фактах, как вопросы разведзасыщенности и способности работать в условиях радиоэлектронного воздействиям. Сегодня в строй становится более 30 новых и модернизированных аппаратных, произведенных на предприятиях отечественного ВПК. Элементная база и программное обеспечение комплексов не уступают лучшим мировым аналогам. Связь – это основа управления. Мы проектируем и производим все свое. На сегодняшний день войска связи фактически работают исключительно на комплексах белорусского производства. Как КВ, так и УКВ-диспазона, так и передачи данных. Среди усовершенствованных аппаратных – серийная станция Р-434 «Цитрус». Этот комплекс уже успел зарекомендовать себя в ходе учений различного уровня. Он способен передавать данные как в аналоговом, так и в цифровом режимах. К высокотехнологичным относится и новинка 2018 года – мобильная быстро развертываемая платформа «Сосна-2». Данная станция предназначена для организации радиорулейных, кабельных линий связи, зон широкополосного радиодоступа и радиосвязи стандарта ДМР. Также она используется в составе полевых опорных узлов связи и узлов связи пунктов управления вооруженных сил и обеспечивает их привязку, в том числе к сети электросвязи общего пользования. В отличие от «Цитруса», она объединяет на одном шасси и мачтовое устройство, и аппаратное. То есть это позволило сократить процесс развертывания мачта на 10 минут и исключить этап подключения кабелей. Один из комплексов, который поступил на вооружение армии – это тропосферная аппаратная Р-412МВ. Она способна обеспечить бесперебойную связь на дальности до 150 километров. В 2019-м процесс перевооружения на современные образцы продолжится. В оборонном ведомстве уже анонсировали получение новых комплексов связи на базе легкобронированных машин. В силы специальных операций поступили на вооружение легкобронированной машины «Кайман», выпущенные с конвейера отечественного военно-промышленного комплекса. Эти образцы, разработанные на 140-м ремонтном заводе, уже опробовали в деле журналисты Воен-ТВ. Техника впечатлила проходимостью, передовой начинкой, высоким классом защиты. Недавно парк воздушно-десантной бригады пополнили и модернизированные бронетранспортеры. Наш корреспондент Иван Михайлов ознакомился с ними и проверил на ходу. Эта машина по праву заслужила признание десантников нескольких поколений. На ее счету участие в вооруженных конфликтах и выполнение тысяч боевых задач. Сегодня самый массовый транспорт. Крылатые пехоты переживают второе рождение. Знакомьтесь, БТР-70. Серийная модернизация с индексом МБ-1. Основная задача бронетранспортеров – оперативная доставка десанта к месту назначения и поддержка подразделения огнем. Надежность, высокая проходимость и защищенность вместе с неприхотливостью позволили 70-ке стать незаменимым помощником голубых беретов. Сегодня эти машины стоят на вооружении в 20 странах мира. Впрочем, до современных требований БТР-70 в силу возраста все же не дотягивает. А потому в Беларуси машину решили модернизировать. Обновленную версию от Борисовского танкоремонтного завода представили в 2016 году. Уже в 2017 машина пошла в серию, а в 2018 коробка новеньких бронированных машин проехала в парадном строю на День Независимости. Модернизация затронула практически все узлы и агрегаты машины. Перед конструкторами стояла непростая задача – довести БТР-70 до уровня мировых образцов по всем показателям и в первую очередь по силовой установке, которая оставляла желать лучшего. После модернизации БТР-70 стал реально мощнее. На заводе пару бензиновых двигателей заменили одним дизельным, восьмицилиндровым с турбонаддувом мощностью в 260 лошадиных сил. Новый двигатель потребовал изменений в конструкции агрегатов трансмиссии, в том числе применения новой раздаточной коробки и приводов ее управления. Система питания и охлаждения двигателя также стали новыми. После всех доработок БТР-70 стал тяжелее, примерно на полторы тонны, но на динамике машины это никак не сказалось. Абсолютно не чувствует своей массы и обороты набирает. Просто прекрасно стоит нажать педаль газа. Машина весом в 13 тонн способна выдавать на шоссе 90 км в час. На пересеченной местности все 40, а на плаву почти 10. Я не чувствую габаритов, мне приходится смотреть во все окна, которые здесь есть, хотя сейчас мы едем по походному, то есть у нас открыты прямо окна, а вот по боевому придется смотреть на дорогу через трифлексы, благо их здесь несколько. Машина с легкостью преодолевает подъемы в 30 градусов, взбирается на стенку высотой в полметра и буквально перескакивает рвы и окопы. Кстати, привод на машине полный, но подключаемый. Постоянно работают только задние две оси, передние две тоже можно подключить в условиях бездорожья. Это реально работает и даже зимой. Получили экипажи и новые средства связи. Теперь БТР-70 оборудован цифровой станцией отечественного производства ДРОФА, которая обеспечивает передачу информации по помехозащищенному каналу. Конструкторы оставили без изменений только комплекс вооружения. Он эффективен и надежен. В качестве основного используется КПВТ калибром 14,5 мм с дальностью стрельбы порядка 2 км. Дополнительно в башне установлен пулемет ПКТ, а у каждого десантника есть бойница для стрелкового оружия. Пассажиры обновленного БТРа должны оценить в первую очередь объемы внутреннего пространства. Конструкторы подняли высоту потолков на целые 14 см. И теперь здесь с комфортом смогут разместиться даже те, чьи рост больше 170 см. Вместе с тем увеличился и общий объем внутреннего пространства. Причем без потери пулестойкости и устойчивости к фугасам. За броней БТР размещается два члена экипажа, водитель и командир, а также восемь десантников. Кстати, теперь выйти из машины или десантироваться бойцам стало гораздо проще. Конструкторы решили не изобретать велосипед и установили на БТРе двухстворчатые двери, как на более поздних моделях. Заодно расширили проем и теперь покинуть машину безопасно, можно даже на ходу. Изначально на БТР-70 были предусмотрены лишь два боковых десантных люка, расположенных между нишами колес второго и третьего мостов с каждого борта. Да и те позволяли покидать машину лишь после полной остановки. Модернизированный БТР можно перепутать с 70-й или 80-й моделью, но внешний вид обманчив. После всех доработок БТР-70 МБ-1 это новая машина не только по исполнению, но и по возможностям. Подарок Новому году получил и главный военный клинический медицинский центр. Здесь после реконструкции открылся хирургический корпус с обновленными отделениями и комфортными палатами. Подробности у наших корреспондентов. Медицина одна из отраслей, где от передовой мысли нельзя отставать ни на шаг. Это хорошо понимают в военном ведомстве. Первых пациентов уже начали принимать в хирургическом корпусе армейского госпиталя в Минске. Здесь теперь практически все новое. Это было обычное здание послевоенной постройки, которое капитальным образом за всю свою историю не ремонтировалось. Отделения приобрели красивый внешний вид, ну и естественно внутреннее убранство их, о котором мы говорим, это не только мебель, это и оборудование. Это тоже уже имеется на рабочих местах, запущено в эксплуатацию, приносит пользу нашим пациентам. На свое привычное место вернулось приемное отделение. Рационально оборудованный зал регистрации исключают неудобства для пациентов. В соседних кабинетах расположились дежурные врачи. Они проводят первичные осмотры, направляют больных к узким специалистам. Мы получили просторные оснащенные помещения, что дает возможность нам оказывать помощь более качественно и оперативно. Современными образцами вооружилось эндоскопическое отделение госпиталя. В ходе модернизации оно получило установки экспертного класса, которые в разы расширили возможности диагностов. Общаясь сейчас с пациентами, им гораздо приятнее, гораздо удобнее. Но когда пациент позитивно настроен, он, естественно, и выздоравливает гораздо быстрее. Благодаря науке медицина научилась лучше понимать человеческий организм и сама заговорила с ним на языке электроники. Об этом точно знают в отделении гравитационной хирургии крови. Недавно оно пополнилось аппаратом полифункциональной почечной заместительной терапии. Полностью изменились и палаты для больных, страдающих почечной недостаточностью. Мы оснащены так называемыми консолями, которые обеспечивают каждое диализное место всем необходимым, в том числе электроэнергией, подачей кислорода, вакуум, отсосом. Мы получили новые кровати, очень комфортные и очень функциональные. Сегодня в главном военном клиническом медицинском центре есть, пожалуй, все необходимое, чтобы побеждать и предупреждать недуги. Вскоре ожидается и проведение первых хирургических манипуляций в новой аэробной операционной. Однако на этом реконструкция госпиталя не заканчивается. На очереди здание управления и отделение амбулаторного центра, которое распахнет свои двери уже в новом, в 2019 году. В результате напряженных четырехмесячных боев с начала сентября по 31 декабря 1943 года войска Западного и Центрального фронтов, взломав оборону противника, форсировали Днепр в его верхнем течении и овладели так называемыми «Смоленскими воротами». Освобождение от немецкой оккупации продолжалось. Особо отличились в битве за Беларусь войска под командованием генерала армии Константина Рокоссовского. Войска Центрального фронта, который с 20 октября 1943 года стал именоваться «Белорусским», вели наступательные действия на гомельско-бобруйском направлении. Им противостояли три полевые армии вермахта. Главной задачей гитлеровцев было не допустить прорыва Восточного вала, немецкой системы обороны на юге Беларуси и любой ценой удержать Гомель. В Ставке Верховного Главнокомандования пришли к выводу, что наступление непосредственно на Гомель может привести к большим потерям в соединениях и частях Белорусского фронта. Генералу армии Рокоссовскому было предложено разработать такой план операции, который исключает лобовое наступление. Из книги Константина Рокоссовского «Солдатский долг». Мы уже убедились в прочности этого рубежа. В лоб его взять трудно. Тут нужен смелый маневр и умение обмануть противника. Но инициатива находилась в наших руках. Мы могли пойти на риск, демонстрируя сосредоточение сил на одном участке, в то время как готовили удар совсем на другом направлении. Пока войска 11-й и 63-й армии атаковали врага севернее Гомеля, Константин Рокоссовский готовил основной удар Слоевского плацдарма. Здесь были сосредоточены, кроме нескольких стрелковых дивизий, артиллерийский, два танковых, два кавалерийских корпуса прорыва. Наступление началось 10 ноября 1943 года. 40 минут, тысячи артиллерийских стволов крошили вражескую оборону переднего края. Одновременно бомбардировщики и штурмовики уничтожали штабы и узлы связи. Затем в атаку пошли стрелковые соединения. За два часа боя пехотинцы разгромили шесть опорных пунктов и вклинились в оборону немцев на глубину в шесть километров. Генерал Павел Батов ввел в сражение первый гвардейский танковый корпус генерала Панова. Он разорвал позиции гитлеровцев и устремился вперед. Вслед за ним в сражение были введены кавалерийские соединения генералов Крюкова и Константинова. Выйдя на оперативный простор, танкисты и кавалеристы стремительно продвигались на запад. В тылу немецкой группировки партизаны полностью парализовали движение на железных дорогах, не дав противнику перебросить подкрепление к Гомелю. Освободили и удерживали до подхода советских войск 34 населенных пункта, а главное – переправу через Березину. Главным ударом был удар на Речицу, поскольку если Гомель был относительно слабо укреплен, поскольку это был все-таки тыловой крупный город, то Речица была основным опорным пунктом. Естественно, более того, обойти Речицу было невозможно. Можно было прорываться только через линию обороны у Речицы. Именно поэтому туда был нанесен главный удар, именно поэтому там было сосредоточено наибольшее количество танков, артиллерии, массированно применялась авиация. И после того, как Речица была взята, было это 17 ноября, наступление на Гомель продолжалось скорее по инерции. 26 ноября 1943 года войска под командованием генералов Федюнинского и Романенко, наступая с востока, освободили Гомель. Это был первый областной центр в Белоруссии, очищенный от оккупантов. Немецкие войска понесли тяжелое поражение. И самое главное, что результаты операции позволили добиться двух очень существенных вещей. Хотя решающий удар вглубь Белорусской ССР в общем-то не удался, но был создан южный фаз белорусского балкона, который был потом в полной мере использован советскими войсками в ходе операции Багратион. Выполнив основную задачу и прорвав главный оборонительный рубеж противника, войска Белорусского фронта с января 1944 года завязали бои за создание выгодного положения перед предстоящим сражением по полному освобождению республики. Совсем другая ситуация в это время сложилась на участке, где вели бои войска Западного фронта. Здесь сопротивление противника сломить пока что не удалось. Об этом в следующих выпусках программы «Арсенал». Вы смотрели «Арсенал». С вами был Владимир Бурко. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего доброго! С наступающим Новым годом! И до встречи на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова